ребят всем привет сегодня как вы понимаете нас ждет деревянная вагонка начну все-таки с тезисов крепил кстати это не я крепит у нас ее юра но я как бы подхожу и на фоне его работы снимаю для вас что-то полезное и так тезисы вагонка лучше всего выбирать класса это она на стене либо класса элит причем как вы видите даже а класса я бы не сказал что выглядит идеально есть сучки есть задоринки если вы выбираете класс b или c будьте готовы что вас будут горбыли у вас будут вертолеты будет брак поэтому если уж вы выбираете низкие так сказать сорта вагонки точнее классы то выбирайте все-таки вручную перебирая ее естественно лучшая вагонка это лиственница что у нас надо посмотреть на этикетки я если честно даже не смотрел но качество откровенно среди впрочем это не помешает нам снять довольно информативное видео но это не точно считается что вагонку можно крепить на улице несколько раз сделали один раз была проблема потому что как бы заказчик сэкономил так сказать на обработки мои делали частично там надо соблюдать все технологии обрабатывать очень капитально вагонку надо иначе просто поведет ее повырывает все-таки я бы советовал вагонку для внутренних помещений там баня там с влажностью вот как здесь комната отдыха на улице ну или ребят смотрите сами там сейчас много других материалов более так сказать предсказуемых я считаю к черту совершенства к черту преуспевали я считаю наплевать на все это пора эволюционировать теперь каркас каркас у нас деревянный я скажу так вагонка металл вещь не совсем совместимые каркас сидя и всегда идет контр обрешеткой то есть вертикальная вагонка горизонтальный каркас промежутки обычно также мы делаем как и на гипсокартоне 60-70 сантиметров не делаем на большие промежутки чтобы не было прогибов все-таки можно там плечом надавиться коленом и все-таки вагонку выдавить это абсолютно не надо так еще вопрос такой есть можно ли вот увидеть у нас сип панель дома сип панелей уэсби фанера можно ли крепить прямо напрямки на уэсби я вам гарантирую что весь дом у нас собран очень ровно и никаких перепадов нет крепите на парень ки на оэсби или просто на стену деревянную не рекомендуется должен быть обязательно зазор вент зазор где идет циркуляция воздуха то есть если туда вдруг попадает пара какой-то конденсат образовывается он должен в общем-то просыхать поэтому все таки мы рекомендуем пусть это будет вот такой 50 брус здесь он потому что у нас идут коммуникации будут розетки ставить либо 40 на 20 рейка но все-таки контур обрешетку ребят ну пожалуйста делать и это вас предохранит от многих проблем короче говоря если чересчур складно полетут так что нас сегодня ждет как вы понимаете мы не будем показывать как делать контур обрешетку у нас ровной стены уэсби фанера вся стоит в уровне мы крепили прямо напрямки где-то как я сказал 50 брус где-то рейку 20 на 40 просто делайте дополнительные брусы рейки снизу чтоб не было пустоты сверху над дверьми и в тех местах где у вас будут подрезки это обязательно то есть не надо там делать чтобы была пустота на что-то вагонка должна крепиться но вы сегодня увидите как ставить первую досочку вагонки как использовать клеймер а именно их мы рекомендуем прикрепление самое надежное средство мы покажем как запиливать я думаю вагонку как ставить уголки будут там пару сюрпризов нюансов в общем-то оставать с нами будет сегодня по-настоящему интерес в общем ребят все стены набираются абсолютно одинаково это монотонная работа где все действия происходят в одинаковые последовательность конечно если бывают там короба всякие откосы тут надо повозиться но это другой разговор сегодня мы говорим о стенах показать как крепить его вагонку быть юрий петрович я немножко еще поумничаю прежде чем он зайдет в кадр в общем как поставить первую вагонку это всегда как бы наверное самое важное особенно если у вас стены бы не совсем идеально находится в уровне у нас как бы они в уровне как вы понимаете я все-таки расскажу желательно взять лазерный нивелир так как выставление первой палки вагонки очень похоже на работу с обоими то есть сначала надо отметить под первую шалку я включу у нас он модненький зеленый луч очень хорошо видно все очень хорошо когда хорошим продаж и берем рулетку а лучше даже даже не рулетом кусочек вагонки дает войдем кусочек вагонки у нас она отрезана есть остатки прикладываем я наверно тут еще вам было видно приложу и черканулю допустим и выставляем теперь лазер по этой вот линии после того как выставили линию лазера по всему периметру каркаса можно сделать отметки как я говорил каркас у нас крепится на ровные уэсби стены мы ничего не выставляли как бы вообще разговор о том как выставлять по кривым стенам да наверное да это вообще отдельная песня ну да там надо использовать нитки как я уже говорил надо использовать к линии здесь я к сожалению не смогу это показать 8 довольствием тем что есть ну а если стена у вас безбожная завалена то берем самое минимальное расстояние то есть мы лазером выбираем отметку там допустим 5 сантиметров в одном есть самый минимальный а в другом самом максимальном месте должна становиться целая вагонка также ставим все отметки после чего подпиливаем первую доску то есть по минимальному расстоянию по расстоянию где у вас входят целая вагонку берем вагонку так как у нас высота 2 90 вагонка 3 метра мы просто берем с краю отмечаем 10 сантиметров чтобы был ровный спил прикладываем угольник отмечаем по угольнику берем наш лобзик и ненужную часть нам не замерять каждую вагонку то бишь каждую планку вагонки мы вот это вот оставляем кусочек у меня будет служить шаблоном приставили к стене посмотрели по отметкам у нас все идеально совпадает с отметкой видите здесь у нас стык практически идеальный но то что где-то щелки вагонка так как это дерево она бывает косая кривая ну это издержки производства никак не наши для если будет все очень некрасиво то есть специальные уголки плентуса по дереву которыми можно скрыть это от ваших глаз чтобы было более красивее но мы поставили эту планку чтобы она у нас держалась мы берем финишные гвозди я даже сейчас покажу пока ютку бьет и край забиваем аккуратненько чтобы не повредить вагон потом по сути их можно будет зашпаклевать теперь мы берем кляймер покажет кремера вот мы берем клинера так как вагонка бывает разная толщиной вот видите он не входит кляймер вот видите кляймер не входит у нас я беру в таких случаях плоскогубцы и чуть-чуть подгибаю вставляю его в паз и аккуратненько подбиваем молоток он вошел берем гвоздики маленькие и запомните когда вы забиваете гвоздик гвоздь у вас должен идти не ровно а наискосок это для того чтобы если когда вагонка начинает высыхать она рассыхается когда прямо гвоздь его легко может вытащить а так он идет наискосок и трудно его вывернуть редкое дерьмо как бы вот так ну и в этом порядке мы теперь берем и пробиваем всю вагонку сверху донизу можно взять кляймер вот мы не сейчас будем прибивать взять кляймер а можно кляймер не брать так как здесь вниз и подлазить неудобно здесь у нас зона плинтуса или там плитки в нашем случае плитки пока нету но она потом и все таки будет финишный гвоздик мы тоже забиваем наискосок в ту сторону куда у нас вагонка стоит чтобы как я говорил ее потом не выдавила все дальше мы потом берем и так же в таком же порядке вставляем кляймер как бы первую флангу мы прибили она у нас стоит в уровне в идеале как вы видите что у нас все чики чики как говорится берем вторую планку ставим вот видите она входит очень плохо потому что она чуть-чуть поведенная вверх вообще практически не вошел для этого мы берем который у нас остался остаток от вагонки он у нас служит клином как бы забиваем и прибиваем вагонку в пазы если вы этого не сделаете у вас следующим вагонка пойдет и будет уходить с каждым рядом вагонки она будет все дальше и дальше уходить и у вас получится вагоночка вот так а чтобы она была в идеале вот так вот так надо обязательно проверяться всегда начинайте бить либо сверху снизу извините вверх либо сверху вниз и старайтесь всегда смотрите чё ты вам не нравится ставили подбили и так практически до завершения ну когда мы будем забивать последнюю планочку я вам покажу как это сделать и розетку ну тут у нас как вы видите есть одна розетка выключатели там ну я вам потом покажу как все это сделать более-менее оригинально и красиво красота словно ангел несущие разрушение красота пришла стена к окончанию вот ну так бы как бы чтобы был стык в идеале у нас тут чуть-чуть есть шероховатости мы берем шлифмашинку это как бы лучше чем лобзиком чуть-чуть подрезать и чуть-чуть шлифуем край шлифанули чуть-чуть краешек который у нас как бы был шероховатый но тут еще есть такая фишка интересная снимаешь тут есть пыль вот видите вот эту пыль можно использовать для шпаклевки если у вас где-то образовались большие дыры эту пыль берешь смешиваешь с пва и потом шпаклюешь это у нас предпоследняя планка мою не зафиксировали для того чтобы нам было легче зафиксировать две планки ставим планки и одеваем их аккуратненько замок все видите как они стали у нас в идеал есть чем гордиться здесь получилось практически идеально но дерево с деревом это так сделать это вообще идя берем финишные гвоздики тут нам не помогут клеймера это все забивается только на финишные гвозди так бы как бы их видно ну как я вам уже говорил их можно будет потом за шпаклевать то есть я говорю как бы если получится мы вам этот секрет потом покажем нет но согласитесь ребят было интересно я лично деревянную вагонку собираю не часто несколько раз у юрки а был на подхвате так сказать помогал ему мне этот материал нравится работа сделана самом деле всегда очень приятно и довольно легко и я надеюсь вам сегодняшний выпуск в общем-то зашел давайте наверно прощаться с вами были парни из камня делать своими руками делайте хорошо вагонку в том числе всем пока там я шпаклевала тут я вагонку дел теперь каркас как я сказал теперь каркаса у нас каркас всегда деревянный с металлом как бы сказать сказать нет потом что еще у нас мы обязательно покажем сегодня как крепить вагонку как ставить первую рейку как использовать кляймеры да не отвлекай но отвлекаешь ёбану я все покажу да и все потом поставим вагонка вы помогает просто рассказал я взял клейм отогнул нижнюю там можно финишки забить на уровень принципа как у нас же нет ее надо сначала отмелька перестала ну ребят вагонку мы ты умник то же самое только сядь уже тут авто даже не видно ты ты посмотри вот камеру видишь как-то провод работал с ним подключенный фазой какая-то грустная история горнусная и грустная